Всем привет, дорогие друзья! Это небольшое экстренное включение. Не получилось у меня сломать систему, когда после того, как я распиарил Лаирт, все начали продавать Лаирт. Я такой подумал, ага, нужно, значит, собственное брендирование и продавать продукт под собственным лейблом, условно, да, который я последние три или даже уже сколько-четыре года развивал. Плодотворный труд, бессонные ночи, вся эта фигня, но да ладно, как говорится, а чё я тут вам рассказываю, но и вы и так всё прекрасно знаете. Сегодня, так скажем, произошло событие, которое меня немножко, безусловно, ну, повергло в некий негатив, потому что, ну, сразу внутри, в душе ощущение, что, блин, ну какого чёрта? Ну вот, ну, ну, блин, ребята, я же не против. Покупайте и продавайте всё, что вы хотите и прочее, но зачем пытаться как-то под меня подстраиваться? Объясню. Сейчас мне как раз-таки подписчики скинули объявление о продаже термопаста в Викпро. Тут идеально просто всё, просто. Вот человек-маркетолог от бога. Вот, брат, дружище, если ты смотришь, красава, молодец, хвалю, но это абсурдная ситуация, сейчас вы поймёте. То есть, чувак свистнул мой лейбл, моё название, соответственно, сделал такие же, взял шприцы, как и у нас, даже колпачки, по-моему, такого же цвета. Везде проставил, что это вот, как у Виктора, все дела. При этом, описание скопировал один к одному, разумеется, цена ниже, причём ниже, ну так нормально ниже. Говорю сразу, при учёте того, что термопаста, которую мы берём, она далеко не дешёвая в закупе, я вам так-то это скажу, расскажу. Говорю сразу, не только знаменитый Викон может достать и продавать иностранную промышленную термопасту, я тоже знаю этот секрет и продаю именно её. Оформление упаковки просто скопировало Викон в дань уважения к первооткрывателю. А так, термопаста такая же, как у него. Ну и, соответственно, там всё, полностью скопировано наше объявление, которое у нас в этом. Самое гениальное здесь даже не это. Да, человек откровенно спиздил мой логотип, лейбл, даже не спросив, не посоветовавши, ничего, просто взял такой, да, сейчас. Самое удивительное, что он также продаёт подделку под MX-4, судя по всему. Ну, по крайней мере, у него даже написано, что это дубликат. Ну, как, если это не оригинал, то всё отлично от оригинала, можно расценивать как подделка. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Опять же, если термопаста вас не устроит, возвращаю деньги, а вы пасту. Блин, это вообще абсурд. Что за дубликат вы спросите? Это разработка моего родственника из НИИ по теплопроводности, соответствует Arctic Cooling MX-4, но имеет более густую консистенцию при нанесении. Это положительно сказывается на долговечность термопасты, превосходя оригинал. Ладно. Ну и также здесь есть GD-007, GD-900, короче, все супер-дешман термопасты, короче, вот. Ребята, я не знаю, да, мне сейчас многие скажут, Витя, регистрируй свой там товарный знак, лейбл и всякое такое. Я так скажу, да, это уже в процессе всё находится, поэтому тут, как говорится, такие ребята подталкивают к подобным действиям, чтобы, ну, в какой-то момент просто-напросто, ну, наверное, выглядит не совсем красиво, да, в их глазах. Но путём всевозможных рычагов давления хотя бы защищать свою, так скажем, интеллектуальную собственность, возможно, даже, не знаю. Возможно, кому-то покажет, что я излишне это всё преувеличиваю, но ссылочку, кстати, в описании я оставлю, можете зайти посмотреть. Но просто мне, вот, сама мысль, что человек продаёт какую-то палёную МХ-4, ГД-900 и ГД-007 и при этом типа мою термопасту, а где гарантия, что он не фасует просто-напросто все вышеперечисленные просто бодяжные пасты и не пытается на этом заработать. Ребята, ещё раз, к этому человеку я не имею никакого отношения, я не несу никакой ответственности, гарантии и прочее, что он вам там фасует, если вдруг вы решите что-то приобрести. Можете даже купить, как говорится, проспонсировать малютку, так сказать, что там придёт, какого качества вообще и как и прочее, и прочее. Я скажу так, что да, я задумываюсь над личным брендированием только с целью того, что как только какие-то вещи, ну, в локальных кругах, безусловно, я не всесилен, я начинаю пиарить, либо пропагандировать, либо обозревать, либо положительно отзываться, внезапно находится миллион челноков, которые начинают всё это продавать, барыжить и прочее, в том числе порой с сомнительным качеством, что в результате вытекает в то, что мне начинают в личку спамить, что Виктор, а вот вы мне советовали Лаирт, я его купил у себя в городе у человека, а он почему-то сухой и весь рассыпается. Я такое говорю, дружище, а, как говорится, я тут при чём? Как ни странно, такие вещи тоже есть. Поэтому будьте бдительны, будьте аккуратны, спасибо всем за внимание. Пишите, что вы по этому поводу думаете, меня это просто повеселило, позабавило, и немного негатива, конечно, я испытал, потому что, ну, блин, ну, это так крипово выглядит, типа, в дань уважения мне, то есть человек меня настолько уважает, что спиздил мой логотип, даже меня не предупредив, то есть это уважение, видимо, какое-то недостижимое пока для меня, по всей видимости. Ладно, пойду работать, всем пока, хорошего дня.